Ах, Исраэль, Адонай, Ероэйну, Адонай, Хеха. Сегодняшнее служение, оно важно. И хочу, чтобы мы были все внимательны. Я готовился к этому, потому что Господь положил мне на сердце еще в прошлый, еще месяц назад, во время Песоха, сделать так же Пешахшаны. Другими словами, Малый Песох или же Песох через месяц, который был. Сегодня не просто 1 мая 2021. Сегодня шаббат, который можно назвать пасхальным шаббатом. И этот пасхальный шаббат очень важный. Завтра восточное христианство будет отмечать Великий День. Велик День, да? И это празднование воскресения Ишуа Мессии из мертвых. Многие из наших людей, которые понимают, как же может делать Песоха в разное время, каким образом это все происходит, могут спросить, неужели мы месяц назад праздновали нормальный Песох, плюс еще присоединились западные христиане, западного обряда. А что здесь происходит? Почему такая перемена? Что здесь? Восточное христианство делилось с себя, и через месяц мы празднуем Песох, типа Пасху по восточному календарю. И вы спросите, кто же прав, кто виноват, что за подлог, неужели такие разнобежности? Знаете, сегодня я не буду разбирать традиции, времена и причины такого разделения. Но я хочу сказать, что на фоне празднования Лак-Ба-Амер, который проходит в Израиле и празднуется среди евреев, это дни отсчета дней до Шаваота, до Пятидесятницы, я скажу так, что в это время нет причины не праздновать Песох. Можно. Можно. И второй Песох, который предписан в Торе, всегда он оставался как интернатива. Это некий шаг вперед для тех, кто не успел или не смог очиститься, или был не чист в это время. Тот, кто в момент 14-го Ниссана не смог праздновать Песох по календарю Моше. Да, придается время, через месяц можно спокойно это сделать. Так что на вопрос, какой Песох сейчас празднуют православные, могу точно сказать, правильный. Ничего нет такого сложного. Они ровно через месяц нормально, как раз в тучечку. Но, можно сказать, совпадение? Думаю, нет. Думаю, нет. Мы знаем, что у еврейского народа всегда трепетное и особое отношение к памятным дням. Они берут свое начало на страницах Танаха. Напоминают нам о важных вихах или же времени истории взаимоотношений Творца и Его творения. Какой же книге мы можем читать о Лагба Амер в таком виде, как празднуют сегодня в Израиле? Вы знаете, что была трагедия, да? Это на Мироне, да? С гора Мирон погибли люди во время празднования Лагба Амера. Но они праздновали это по-своему. Отсчет Амера, очень важная часть религиозной жизни, это отсчет к особенной дате, дате Дня Пятидесятницы. Но так как празднуют сегодня Лагба Амер в Израиле, так мы не можем этот праздник, вот именно таким образом, как праздновать, найти в Торе. Мы его не можем. Но отсчет, он очень важный. Как бы ко времени Маше, по выходу из Египта, народ отсчитывал дни возвращения Маше с горы, так же они ждали. Что-то должно быть особенное, что-то должно быть уникальное. И когда Маше сошел с горы и видит небольшой балаган, который у Стани, имея две скрижали, данные Богом, ему что-то произошло. Так же им Ишуа, после того, как он учил 40 дней по своему воскресению учеников, он сказал, идите в Иерусалаем и ожидайте обещания. То есть отсчитывайте время особенного посещения свыше. У нас следующий шаббат, будет шаббат в Черноморске. Здесь не будет шаббата. В этом здании мы все переносим в Черноморск, в общину Бетель. Это время нашего ретрита. Мы начинаем это. И я специально это сделал, чтобы это не была просто встреча друзей на Эльбе или встреча разных общин. Но это будет особенная встреча братских общин в Божьем посещении свыше. Это особенное время единства, Слова Божьего и словословия. По этой причине я прошу просто всех вас, придите. Пожертвуйте временем, пожертвуйте финансами, сесть в маршрутку, приехать в следующий шаббат на празднование Божьего праздника, шаббата в Бетеле, в Черноморске. Но сегодня я хочу говорить о Песах Шаны. Втором или малом Песахе перед ретритом в Черноморске. Это будет очень важно. Итак, если у нас сегодня Песах, а так оно и есть, если кто-то хочет еще поразновать Песах, это возможно, тогда давайте поговорим, начнем смотреть через Песах, Песах Шавауту, через призму именно Божьего избавления. С чего начинается Песах во времена Моше? Как вы думаете, с чего начинается Песах? Не с того, сколько, что кровь Агнца была на косяках. Он начинается немножко раньше. Я зачитаю. Это бытие... Так. Извините, это у нас получается исход, вторая глава. С 23 по 25 стих. Пустя долгое время умер царь египетский. Почему-то долгое время прошло, пока он умер. Либо был старый, либо что-то здесь странное. Странное. Истинали сыны Израилевы от работ и вопили их. Вопли их от работы вошел Господу. Тут люди не могут дойти работу в такое время. А там работа есть? Надо кричать. Кто-то кричит от работы из вас, нет? А? Кто-то кричит. Боже мой, Боже мой, избавь, да? От работы. Что просишь, что получишь. Вы поймите. Свобода придет. Некоторые просят работу. Когда попадают туда, счастье приходит. И услышал Бог стенание их. Вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковым. И увидел Бог сынов Израилевых и призрел их Бог. Вот слова какие-то такие и местописания, что странно. Молодые, молодое поколение читает и не понимает. Что значит увидел Бог сынов Израилевых и призрел Бог. Давайте я почитаю немножко по-другому. 23 стих. Немало лет прошло, царь египетский умер, а сыны Израиля все еще стонали под гнетом рабства и громким голосом воплях просили о помощи. и их мольбы об избавлении от рабства возносились к Богу. И 25 стих. Бог увидел бедствие положенное сынов Израилевых и положение извините, сынов Израилевых и не оставлял их без внимания. Бог не оставляет нас без внимания даже когда наша работа нам не сильно нравится. когда мы вопьем, когда мы под гнетом, когда мы под страданиями, Бог Он не оставляет нас без внимания. Израиль был в египетском рабстве 210 лет. Вы скажете, 430 лет должно было быть. 400 лет. Это с того момента, когда Бог говорил к Аврааму. Но было время, где люди сыны Израиля, то есть 12 колен пришли в Египет, они жили хорошо. Все вспоминают. Но 210 лет они жили в рабстве. Рутина ежедневной работы независимо насколько она была тяжелой, она въелась в образ существования еврейского народа в Египте. Она стала как бы частью их жизни, индификационным кодом работа евреи, работа евреи в Египте. Если говорили евреи, эта работа стала частью. Ни одно поколение наследников Авраама рождалось и умирало в том месте, где тяжелая работа называлась рабством. И фактически рабы делали самую сложную или вернее самую трудную невыносимую работу. Давайте подумаем о рабстве. Рабство это система общественных взаимоотношений, при которой нахождение человека в собственности у другого человека или государства вполне нормальная вещь. Так описывает векопедия что такое рабство. Это нормальные отношения, то есть зависимые они от другого человека. Но раб привыкает, что происходящее вокруг его вещах это норма, рутина и жизнь. Когда человек будучи свободный попадает в рабство, он еще помнит о том, что была свобода. Но если одно за другим поколением проходит 4, 5, 6 поколений человек либо семей рождаются в рабстве, то для них рабство некое состояние, в котором они живут. Они лучшего не понимают. они лучшего не признают. И для них это норма, рутина, это жизнь. Тяжело работать. Раб приспосабливается и смиряется с обстоятельствами жизни настолько, что он думает, что это есть норма, так как лучшего он не понимает и не знает. Мы также, многие люди, которые никогда не уезжали из Украины, никогда не видели другой мир, то, где они живут, они считают это нормой. И так для них этот мир, так все живут, потому что они большего не знают. Раб терпит боль, унижение, голод, тяжелый труд, только потому, что не знает, как себя вести при других обстоятельствах. Я хочу это говорить, потому что вы должны понять, хотя еврейский народ был наследниками величайших обетований, он оставался рабом в Египте, привыкший своему образу жизни. Они так были, они привыкли, они в этом жили. Хотя и мы с вами, верующие люди, свободные, имеем величайшее обетование в Боге, через дешевого мессии, все мы сонаследники обетований Божьих. В нем да и аминь, мы имеем в нем все Божьи обетования. И мы знаем об этом, мы даже провозглашаем их, милость, благость, любовь, долгожитие, здоровье, финансовое обеспечение, мы понимаем это, но знаете, все же мы можем так же привыкнуть к тому образу жизни, которым ведем и желать большего не хотим. Мы начинаем привыкать к той рутине, к тем обстоятельствам. Иными словами, не позволяйте себе приспосабливаться к меркам этого мира. Потому что в том мире, где жил Израиль, они привыкли. Вместо этого, Писание говорит Римлянам в 12 главе 2 стих, вместо этого непрестанно преобразуйтесь через обновление своего ума. Тогда вы узнаете, чего желает Бог. И согласитесь с тем, что Его желания добры приносят удовлетворение и приводят к цели. Интересный перевод, правда? Что мы должны преобразовать наше мышление. Когда мы сравниваем Песох или исход из Египта с пасхальным исходом Иерусалима в лице Ишуа как Божьего Агнца, тогда мы утверждаем, что Мессия избавил нас от рабства греху и дал нам свободу и обетование вечной жизни. Аминь. Мы когда сравним и говорим вот это прообраз, где Ишуа исполнил Песох и дал с ним обетование вечной жизни. Но все же задам вопрос, от какого иго или рабства вывел нас Бог тогда и во время Ишуа Мессии. От чего, какого иго и рабства Бог нас избавил? Вы скажете, конечно, что непонятно, ведь мы понятно же были рабами греху, были подчинены стихиям этого мира, мы были водимы дьяволом, были противниками Богу, чадами гнева. Ишуа избавил от рабства князя мира всего, и теперь мы сыны Божьи, этим мы и хвалимся, теперь на нас из печати Ишуа Мессии, мы свободные. Ну, нормально, но важно помнить, что говорил Ишуа, потому что мы говорим, мы свободны, мы никогда рабами не были. Ишуа повторяет это в Писании, давайте не забывать, что фарисеи или иудей того времени имели общение с Ишуа и не повторять их ошибки. Те, кто был уверен в своем спасении, иудейском спасении, потому что рабы не мы, мы не рабы, мы свободные дети, дети Авраама, но только, знаете, семьи Авраамова, не только в них. вот эта само одификация детей Авраама настолько сильно была в их сознании, что они не считали себя рабами греху, они привыкли к иудаизму того времени так сильно, что религия стала им игом, и настолько сильно их увлекла, что они не понимали, что они рабы. Что я имею ввиду? Не привыкайте к религиозности, друзья, не привыкайте к религиозной деятельности. Повседневному христианству, которое имеет свою трагическую рабскую силу притягивать мирские вещи, которые притягивают холохолодные эти отношения с Богом. именно религия это опиум для народа. Они подсаживаются на него, и религиозность становится ихним сущностью жизни, где Бог хочет иметь отношение со своим творением. Ишиуа сказал, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня. посему вы не понимаете почему вы не понимаете моей речи, потому что не можете слышать слова мои. Почему вы не понимаете, потому что вы ненавидите то, что я говорю. ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человека убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Еще говорит, послушайте дорогие, гробы окрашенные, религиозность ваша, и она настолько вас взяла в это иго, то, что я говорю вам о свободе, которую я говорю, об отношениях с отцом, так сильно вас раздражает, что вы не дети Божьи и Авраама, иначе вы бы меня слушали, а вы, дети дьявола, просто хотите меня убить. И слова не вмещаются в вас. Когда вас, я сейчас обращаюсь к верующим людям, раздражает послание проповедников о вере, о многих верующих сегодня раздражает о вере, потому что то, что когда мы учили о вере, почему-то нам не произошло. И каждый раз, когда теперь мы слышим о проповедниках веры, нас оно раздражает. Когда нам хочется вот так взять какого-то проповедника или же верующего человека, который тебе говорит, давай болиться за исцеление, взять ему, дать так, чтобы он уже отстал от тебя. Когда вы в раздражении хотите просто всем открыть рот, потому что то, о чем они говорят, не исполняется, исцеление, свобода, процветание, да. Знаете, вы раб привыкший жить только в прошлых обетованиях. вот тогда это было, вот тогда, а теперь вы просто живете своим образом, которым вы живете, просто проживаете, вы привыкли. Продолжаю то, что говорил Ишуа, 8 глава Иоанна, 31 стих, как тогда сказал Ишуа, уверовавший в него иудеям, если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истину сделает вас свободны. Ему отвечали, мы семьи Аврамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаешь нас свободными. Когда мы говорим о Песахе, разве мы не говорим о свободе? Когда мы говорим о том, что Бог вывел свои почести или народа своего из Египта, мы говорим о свободе из рабства в тот мир, где Бог предоставляет им молоко и мед. Благословение дает милость и благость. Мы говорим о свободе. Ишуа говорит, познаете истину, и истинно сделает вас свободным. Ишуа отвечал им, истинно Иисуа говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно. Другими словами, раб, он не может быть в том месте, куда я хочу вас вести, но сын, то есть вам нужно стать сыновьями, а не рабами, привыкшему к образу какому-то жизни. И дальше, итак, если сын освободил вас, то истинно будете свободны. И так, как мы говорим, сын освободил, тот свободен. Свободен от чего? Вот я спрашиваю себя, от чего? От рабства, конечно, от оков, которые мы привыкли. Друзья, мы привыкли к каким-то оковам. И всех, кто поверил в слово Маше, как пасхального агнца, Бог освободил от иго гиптян, как и Маше, я освободил тех, кто поверил его словам. Исход, шестая глава. Самое интересное, седьмой стих. приму вас себе в народы и будет, и буду вам Богом, а вы узнаете, что я, Господь, Бог ваш, изведший вас из земли египетской, то есть, вы освободите, то есть, вывешите себя из Египта из-под иго египетского. Вы скажете, хорошо, что же такое иго? Я посмотрел, согласно словарю Даля, иго или ярмо, это есть хому для рабочего скота. В настоящее время такое значение является устарелым, и слово употребляется в переносном смысле, как угнетающая, порабощающая сила, в узком смысле гнет завоевателями над побежденными. Вот что значит иго. И Бог говорит, я взял вас, то есть, вывел вас из-под иго египетского. Вы скажете, и что? На иврите оно звучит как совлот ицраим вывел из-под иго египетского. Совлот ицраим. Но это слово очень интересное. И вот что значит иго? Ношение тяжестей. Или же в переносном смысле тяжелая работа, принужденный труд. Это иго. Еще раз. Бог вывел севлот ицраим вывести из-под иго от тяжелой ноши, от тяжестей. Но когда Ищуа читает Исаию в 61 главу, когда ему дали свиток, он именно указывает на это время освобождения. Наступление лета Господня благоприятного. Для всех, кто под гнетом освободится крушенных от тяжестей, как те, кто были в Египте. Он говорит, послушайте, я хочу это сделать. Я то пророчество, которое перед вами, которое говорил Исаия. Дух Господа на мне, потому Он помазал меня провозгласить добрую весь нищим. Он послал меня объявить узником освобождения, слепым прозрения, освободить сокрушенных, возвестить год благоволения Господа. Вот это сокрушение. Именно освободить от тяжелого ножа, от тяжелого работы. Не то, что работа тяжелая, а вот это привычно. И когда человек на работе, он привыкает к работе, он говорит, а какая работа? Он говорит, а легко. Да? Махать лопатой легко. Да ничего страшного. А если кто не привык, от 15 минут работы у него крепатура, а те, кто уже работает 20-30 лет, он говорит, легко, это же ничего страшного перелопатить целый камаз песка. Ничего страшного. Почему? Привыкли. Привыкли. Привыкается и это становится нормой. рабство на еврите щебут рабство. Но в этом месте Писания используют слово ига севлот, что созвучно однокоренному слову, которое используется в Израиле сегодня. Севланот терпение. Севланот. Севланот, когда говорят в Израиле, когда люди возмущаются, кричат, вопию, когда им уже не терпится получить желание, тогда говорят очень просто севланут слеха, севланут слеха. Имеется ввиду, вам нужно терпение, пожалуйста, потерпите севланут. Интересная сама идея. Бог выводит из-под ига, то есть Бог выводит Израиль из терпения. Бог выводит Израиль из терпения. Когда народ привыкает к ношению тяжестей, привыкает к тем человеку. Бог тогда Севланот и Севраим выводит его из терпения ношения тяжестей. Вы видели людей, которые что-то делают, потом бросают все, терпение лопнуло, говорят, да, но нужно мне это делать. Хорошо, понимаете, нет? Хочу дать вам некоторую вещь сегодня. Бог выводит Израиль из терпения, терпения от ношения тяжестей, вот это ига, которая на тебе. Мы с вами привыкаем к ношению этой тяжести и не хотим иногда с ними расстаться, но Иешуа говорит, чтобы мы ему передали все наши тяжести, к которым мы привыкли. Мы привыкли. 11 глава Матфея в то время продолжая речь Иешуа сказал, славлю тебя отче Господи неба и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, но открыл это младенцам, простым людям. Ой, отче, ибо таково было твое благоволение, все передано мне отцом моим. Никто не знает сына, кроме отца, и отец не знает никого, кроме сына, кому сын хочет открыться. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Вот бремя обремененные с игом, носящие эти тяжести ваши, к которым вы привыкли. Вот придите, отдайте мне. ибо мое иго, моя тяжесть, мое терпение, оно лучше, чем человеческое, чем мирское. Хотя тут интересно, игра словно в ней есть величайшая истина каждого верующего человека. Если верующий человек привыкает к рабству греху, скажите, подождите секунду, верующий уже свободен от греха. Павел говорит многое вещь. Мы немножко так все согрешаем. Да? Но если мы не имеем тщуу, если мы не приносим тщуу, не раскаиваемся, не выкидываем эти камни, тогда эти камни становятся больше, еще больше. Мы привыкаем к этой тяжести, мы все равно несем. Мы привыкаем, то есть мы терпим одно в нашей жизни, второе, третье. Мы несем это, мы терпим, потому что надо нести, дойти. Мы верующие, мы имеем обетование, но мы несем. Мы несем, потому что мы хотим терпеть. Но Бог посылает исправить таким образом, чтобы мы неся этот груз, начинали кричать. о свободе. О свободе от терпения. Терпение грехом. И мы начинаем ненавидеть то, что мы делаем, к чему привыкли. Нам не нравится терпение то, что происходит в нашей области, нашей жизни, а сами избавиться не можем. В этот момент происходит освобождение от терпения. Песох освобождение от терпения рукой сильной и не без крови агнца Божьего. Он хочет взять на себя твое терпение над грехом. И так, окруженный столь великим облаком свидетелей, давайте мы устраним всякую помеху, то есть грех, препятствующий нам двигаться вперед и проявляя выносливость продолжим бежать в предположенном нам состязании. Сегодня Песох Шани и это избавление от нашей ноши, к которой мы привыкли. Мы терпим те обстоятельства, в которых находимся. взываем к Богу как дети обетования и все же терпим. Терпим, что мы не имеем хорошей работы. Мы терпим, потому что есть боль. Мы терпим, потому что есть греховные какие-то элементы нашей жизни и мы еще больше по этому камушку слаживаем туда. Сегодня Песох Шани и давайте тогда скинем этот гнет. Это бремя, это иго и всякий припинающий нас грех. Даже грех неверия. Грех неверия нужно скинуть с себя гнет, который мы вот несем. Не верю. Не верю, что получится. Не верю, что произойдет. Не верю в чудо. Не верю в слово. Не верю. И Бог говорит такие слова Еремии. Вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня. Еремия 32, 27. Есть ли что невозможное для меня. Давайте я перефразирую. Немножко сделаю это как бы индивидуальным. Бог обращается и говорит, Еремия, я Господь. Других нету. Еремия, я Господь, я Бог любого человека на земле. Любой плоти. То есть любого человека на земле. Знаешь, Еремия, что для меня нет ничего невозможного. А знаешь ли ты, что Богу нет ничего невозможного? Знаешь ли ты? Именно нам нужно иметь раскаяние перед Богом. Вот эти ноши неверия, которые мы несем. Сегодня у нас Песахшаны. Завтра православный народ празднует воскресение из мертвых. Это время для Святого Духа. Действовать в народе Божьем, выводя его из терпения. Вывести нас из терпения. Не психовать, а сбросить себя всякое бремя, всякая ига, то есть терпение, которое мы терпим все, сбросить себя. Дух сегодня обращается к каждому привыкшему к окружающим его обстоятельствам, к тем, кто привык к сухому отношению с Богом. Мы привыкли. Вот приду на собрание будет опять то же самое. И с каждой субботой, и с каждым годом все одно и то же. Не знаю, что это происходит. Мы привыкаем, мы терпим, Бог говорит, я хочу тебе дать свободу от этого сухого состояния, к которому ты привык. может быть мирские привычки. Мы привыкли к мирскому состоянию, к тем, кто называет себя царственным священством, но смирились с позицией раба. Мы называем себя, мы царственное священство, народ избранный, взятый его дел. Возвещать о великих делах Божьих, о Божьих делах не возвещаем, не благовествуем, поэтому мы стали как рабы, носящие наши бремели, ига. Бог говорит, я хочу тебя вывести из этого терпения. вывел из терпения Израиль. И Дух Святой сегодня говорит, время исхода начинается тогда, когда вы воззовете к Богу. Никогда обстоятельства сложатся, потому что обстоятельства еще больше будут давать тяжелой работы, или ношей, еще больше будет, еще больше. Если мы привыкаем к этому, мы будем говорить, а где же Бог? Что Он не видит, что мне тяжело, Он говорит, они воззвали в этой ноше, когда уже с терпением, они взывают по причине нежелания терпеть такой образ жизни. Нам нужно выйти. Время исхода от того, что недостаточно происходит у нас то, чего мы желали в новой жизни, нового обновления отношений с Богом. Сегодня Дух с тобой обращается и говорит, народ, не терпи, не терпи теплость, которая сегодня есть. Об этом говорит и Писание. Если ты был холодный, да, или горячий, тогда бы я мог бы, если ты горячий, продолжать с тобой работать. Если ты холодный, я мог тебя еще зажать. А так ты тепленький, тепленький, со своей ношей, со своим ярмом, со своим игом, а я хочу из терпения твоего, этого тепленького, вывести тебя. Не терпи грех, не терпи пассивность, не терпи страх, не терпи безразличие, не терпи болезнь, не терпи молчание, не терпи нищету, не терпи гордость, не терпи привычность жизни. Не терпи проклятия. Выйди. Зачитаю то, что Бог обещал Израилю. И то, что сегодня остается для нас актуальным. Я услышал стинание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Бог помнит завет через пролитую кровь на Голгофском кресте. Он никогда не забыл. Но здесь интересно. Я услышал стинание, крик, вопль, потому что надоело. Вывел из терпения. Так сделал обстоятельство, что вывел из терпения. И Бог сегодня с каждым нас работает, чтобы вывести нас из терпения, чтобы мы бросили все то, что нас обременяет и вышли на свободу. И кого сын освободил, тот воистину свободный. Дальше говорит, итак, скажи сынам Израилевым. Мне Бог тоже так говорит. Скажи им. Я выведу из терпения вас. Я выведу тебя из терпения. Я хочу слышать твой голос. Голос молитвы. Голос кричащий к Богу. Свободу, которую я дам. Верующий, долгое время, терплячий, терпит, терпит. Я по еще чуть-чуть. Когда, наконец, ты уже возопьешь ко мне? Я, Господь, выведу вас из-под иго египтян. И другие писали. Я, Господь, выведу тебя из терпения. Избавлю от рабства их. Спасу вас мышцы простертые и судами великими. Секунду. Спасет судами великими. Приму вас к себе в народ и буду вам Богом. И вы узнаете, что я, Господь, Бог ваш, избавивший вас из земли египетской из-под терпения египтян. Выведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку свою, клялся дать Аврааму и Цаху Якову и дам вам ее в наследие. Я, Господь. Это обещание сегодня каждому из нас. Бог выводит нас из терпения, чтобы мы научились наслаждаться свободой, наслаждаться им. В молитве, в прославлении, в поклонении, в личных отношениях. Когда мы читаем Писание, когда мы дома, когда мы на улице, когда мы движемся, чтобы мы наслаждались свободой, и Он вывел нас из терпения. Ибо вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Силу, чтобы сбросить с себя оковы. Силу, чтобы бросить, не нести, а сбросить и сказать, отдаю все тебе. И будете мне свидетелями в Иерушалайме, во всей Иудее, и Самарии, даже до края земли. Нам сегодня Дух Святой делает так, чтобы мы вышли из терпения, в котором мы находимся. Чтобы мы взывали и говорили к Богу. И Бог говорит, я подам силу, я подам избавление, выход, вывод, как бы вы ни называли. И вот это сейчас время, которое у нас есть, перед тем, как у нас будет причастие, перед тем, как мы сегодня подступим к тому, что Бог говорит, это делайте в мое воспоминание. Я бы хотел, чтобы сейчас у нас было время на самом деле поклониться. Время, которое будет особенно, где мы, скажем, так, выведи меня, Господь, из терпения. Я устал в сухой земле. Я устал быть религиозным. Я устал быть в этой религиозной сфере. Ты мне нужен. Дух Святой нужен Ты мне сегодня. Не для того, чтобы это были чувства, какие-то хайпа, а наоборот, чувства, которые принадлежат Тебе. Мой возлюбленный лучше десяти тысяч других. К Нему стремится моя душа. И если сегодня мы празднуем Песах, завтра празднует воскресенье еще из мертвых, но сегодня еще Песах Шаней. Сегодня Бог вывел Израиль из терпения. Вы, народ, избранный, взятый в удел, чтобы возвещать о великих делах Божьих. Но если ты сегодня молчишь, не можешь сказать, что Бог сделал твоей жизни, тогда ты терпишь все те обстоятельства, которые бременем это и вы, и висят на твоей шее. И ты не знаешь, что с этим делать. сбросить, силы сбросить. Если ты это не сделаешь, Бог еще больше будет давать. Того веса, который ты привык, я еще могу. Я привык, я еще могу нести. Он выведет тебя из терпения. И так благодарен именно вот это вот это слово, которое Бог дал, именно найти эту изюминку совлунот терпения. Да, нам нужно терпение лично, чтобы совершать вот святую жизнь, но нам нельзя терпеть грех. Израэль Адонай Еро Эно Адонай Ехан Адонай